Всем привет! Сегодня у нас очередная такая болталка по тайпу. Здесь у нас есть два звука. Вот этот, скорее всего, даже не звук, а с какой-то словечко. А, типа показик. Значит, что сегодня я расскажу? Сегодня я расскажу о том, что если вы начинаете тайпить звуки, то, скорее всего, вам нужно очень много различных шрифтов. Сами вы будете поначалу очень долго искать подходящие шрифты, то есть у вас очень будет много занимать времени, что какой же вот этот шрифт, на что он будет похож. То есть выбирать будете, там каждый подбирается, какие вообще все есть шрифты у вас в арсенале. Возможно, у вас в арсенале очень мало шрифтов, таких вот узорных, да. Возможно, у вас в арсенале только там Time New Roman, какой-то сериал и все подобное. Ну, как бы стандартные шрифты. И вам придется искать в интернете подходящие шрифты. Но со временем у вас будет, наберется коллекция подходящих шрифтов, и вы уже будете больше разбираться, что и когда, какой шрифт более-менее, ну, куда подходит. Допустим, здесь у нас, я сюда поставлю битину, сюда поставлю, скорее всего, Search Print. Посмотрим по толщине, как оно подходит, не подходит. Вот битину у меня называют текст невзначай, да, различных у меня размеров. То есть у меня куча различной манги, сканеры, где разные про размера. Где-то текст невзначай, он у нас 11, по-моему, да. Да, 11 стоит. Потом 18, 22, 26 у меня есть, да. То есть чтобы каждый раз не менять настройки, я просто, просто быстренько криклюсь, да, какой-то шристик выбираю и пишу нужное мне слово, словечко. Здесь у нас будет по-касик, по-касик. Вот так вот, да. Все, пока-пока. Дальше что? Насчет этих обводок, с этих различных. По стандарту в манге нужна черная обводка, белая обводка. То есть если звук черненький, буковки черненькие, то вам нужна чисто белая обводка. Если у вас звук белый, то, скорее всего, можно будет черная обводка плюс еще белая обводка. Двойная, да. То есть тоже вы ее довольно-таки быстренько настроите. Используя, по-моему, настраиваете обводочки нужные, ставите в спорте по умолчанию и у вас на, ну, очень быстро потом будет работа проходить. Чтобы сделать белую обводку, я сделаю следующим образом. То есть у меня стоит по умолчанию первая обводка, когда черная. Я ее один раз ставлю беленькой, да, которая мне нужна, мне нужно, чтобы не такой толстый двух, двоечка. Окей. Чтобы дальше использовать белую обводку, я просто-напросто кликаю, проакваившись, копирую стиле слоя. В следующий раз, когда вот это слово буду переводить, да, давайте вот это берем. Все, шпринт у меня был вот этот вот, чирк второй. Это у нас шушу тут на звук. Шушу. Только давайте большими буковками. Шушу большими и толстыми. У нас есть вот толстый, есть вот толстый и еще раз толстый. И в следующий раз, когда мне нужна будет белая ободочка, я просто-напросто кликаю в топору клавиши и кликаю вклеить стиль слоя. Потому что, если я здесь включу стиль слоя обводку использовать по умолчанию, вот эту беленькую, то мне, когда мне понадобится черная обводка, нужно будет каждый раз здесь менять все белое, да. То есть, когда я использую, когда у меня звуки черные, я один раз кликаю вклеить стиль слоя. Если у меня звук белый и мне нужно стиль обводки двойной сделать, то я уже вкликаю на него и тут просто с вами раз галочка, два галочка, готово. Ну, то есть, как бы автоматизацию процесса сами себе настраивать, как им удобненько. Итак, шушу, шушу тут надо спозиционировать немножечко. Это будет у нас вот такое шушу. Бывает такое, что у нас для русских букв места маловато, да, и получается, что вот эти вот шушу нечитабельны. Можно немножечко пошире сделать, это не запрещено. Главное, чтобы буквы были узнаваемые. Делаем дубликат, перенесем сюда, чтобы оно было не таким уж дублированным, немножко изменилось наклон букв. И здесь по касик, да, по касик. Сделаем следующим образом. По касик. Вот так вот. Вот так. Чтобы оно было вот этим полукругленьким, да. И немножко растянем. Вот так. Готово. Сохраняем. Следующая страница. Давайте сейвинг заканчивается. Следующая у нас восемнадцатая страница. Здесь у нас звуки-звуки. Улыбка и еще да, до кун. Кун, до кун, ту-дул. То есть, да, ту-дул. Вот это у меня есть такой подходящий шрифт. Я его назвала спортсмен. Почему? Потому что первый раз, первый звук, точнее, первая надпись, которую я использовала где-то такой шрифт. Д-э-э-с-гоус. Это был от и спортсмен. Поэтому я его назвала спортсменом. И меня теперь он ассоциируется со спортсменом. Сейчас здесь у нас будет хихик. Либо улыбка, либо хихик. Лыба. Написать слишком грубо в данном случае. Поэтому напишу хихик. Хи-хи-к. Вот так, да. Даже различными этими самыми, различными стилями. Здесь у меня, получается, белые буковки. Нужна черная бодка, белая бодка. Я кликаю раз-звалочка, два-звалочка, и она уже готова. То есть, быстренько, потому что у меня там все уже настроено по стандарту. Первая хи. И у нас похожа на букву С. Ну, ладно. Что поделать. Первая хи поставили. Теперь дубликат. Тащим его сюда. Чуть поменьше его сделаем. Упс. Я инфраструктуру поменьше сделала. Хихик – это сменяться. Да. Ты край называешь. И букву К еще осталось поставить. Букву К можно ее даже немножко подкрутить. Потому что вот этот вот второй хитр давайте чуть-чуть подкрутим. Вот так. Чтобы оно как бы другое шло, не большой. Вот. Это у нас хихик. Если вы считаете, что у вас для одного звука три слоя слишком много, выделяем все три слоя. Контр.лг. Группируем. И не забываем назвать группу правильно. Хихик. Чтобы другой человек знал, к чему эта группа относится. Дальше. Тудун. Вот для этого тудун у меня шрифта подходящего нет. Поэтому я пишу пока что сразу. Тудун. Тремя тоже слоями сделаю. И давайте сделаем обводку. Чтобы мы тут тудун вообще видели. Раз. Два. Обводка. И подбираем нужный нам шрифт. Мне кажется, здесь пойдет шрифт. О господи. Найти бы его еще. Это оно? Нет. Не оно. Он тоже был ДС какой-то. Так. Или это какой-то Браш. Или Боярский. Это Боярский. Будем знать. Сейчас. Болт. Болт. Нет. Вот он. Болит. Вот он. Сот, который я хочу. Большими сделаем его. Очень он подходит к там сюда. Единственное, что он у нас слишком толстый. Да. Если его потоньше сделаю. Ну, в принципе, не черстенько. Да. Сойдет, в принципе, такая толстяна. Я его сделала поуже и он получился хорошо. Значит, убираем. Поставим наклончик более-менее подходящий. Вот такой. Повыше немножко. Раз. Туковка. Дубликацию сдаем. Если бы мне нужно было его еще тоньше сделать, можно было бы сделать внутреннюю черноводку. Но раз у нас тут такого делать не надо, то и показывать не буду, чтобы его не терять. Я думаю, у нас еще будет время, ну, еще будут какие-то моменты, примеры, где будет у нас, где нужно будет так сделать. Ту-ду-м. Ту-ду-н или ту-ду-м. Вот в чем вопрос. Ту-ду-м или ту-ду-ны. Самый главный вопрос, который меня частенько мучает, чтобы написать БАМ или БАН. Обычно БАМ пишется. Где-то я последний дубликацию сдаем. Ту-ду-м. Скорее всего, М поставлю. Ту-ду-м. Ту-ду-н. Ту-ду-н. Где ту-ду-м, это часто, когда сердечко бьется. А ту-ду-н с буквой Н, это как будто что-то другое ударяется. Так как у нас здесь удара никакого не было, у них удар был как бы шок эмоциональный, поэтому я ставлю ту-ду-му с буквой М. Придумала себе какое-то оправдание, почему букву М написала, а не букву Н. Вот. Многоточие и восстательный знак мы оставляем по оригиналу, потому что у нас наши буковки русские очень, наш шрифт очень подходит к шрифту оригинальному. Поэтому стирать японский восстательный знак нам нет смысла. Называем нашу группу ту-ду-н. Я его выкопировала, чтобы, опять-таки, было не три слоя, а всего один. И смотрим, как у нас получилось. Очень даже неплохо получилось. Сохраняем. Идем дальше. Ну, я думаю, на этом пока что хватит на один ролик 10 минуток. Ну, продолжим с третьей видяшки. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok